Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вот, дорогие друзья, нам предлагается сегодня очень серьёзная притча о Богатом и Лазаре. В сущности, о двух судьбах, о двух путях жизни. Жизнь, которая наполнена удовольствием, радостями, весельем, всё такое. Но эти все веселья и радости, они все по всю сторону. Они все материального плана, без всякого духовного содержания. И жизнь, пусть человек очень бедного, но которую именно, не имея ничего, он ни к чему не был привязан в этой жизни. И когда эта жизнь ему закончилась земная, то его надежды, его упования, его молитвы к Богу, то есть о том, что относится к духовному плану нашего бытия, они все реализовались. Он как раз вошёл вот в то, на что он надеялся, на Божью милость. И мы видим, что как Господь милует мытарей, нищих, за что его фарисеи, люди благополучные, вполне состоятельные, осуждали. А он приходит к ним. И вот так же здесь этот человек Господь умилует. А богач, который вся жизнь была сосредоточена в этом материальном мире, который человек после своей кончины, своей биологической жизни, из него уходит, если он ничего не набрал, так сказать, жизни духовной, он оказывается в пустоте. И он не потому, что Господь мстит, а потому что, ну, как говорится, что посеешь, что и пожнёшь. Он сеял вот в эту жизнь, видео материальную, а в духовную нет. Ты, пожалуй, пустоту. Пустоту и говоришь огорчение, что мы нечем жить. Это пламень стыда, пламень сожаления, пламень бессмысленности. Для чего? И вот так Господь нас и наставляет. Эти нищие, бедные, конечно, это, как правило, люди больные. Больные духовно, больные психически, психологически. Не могут работать, все время там побираются, пятое, десятое. Вот. Но его достоинство не в том, что он беден, а Господь жалеет таких людей. И призывает и нас относиться к ним не с осуждением, а с жалостью, состраданием. И, конечно, это проблема для всех стран. И для нашей страны. Я недавно читал комментарий к этому же отрывку Николаса Райта, английский богослов. И он говорит, что, в общем-то, улицы благополучия английских городов тоже полны такими людьми. Когда-то в начале 90-х я был в Вашингтоне, на элитном завтраке был приглашен. И вот там утром выходишь, перед Белым домом множество людей спят на газетах, на улицах. Так что это во всем цивилизованном мире. Мы видим и у нас. Это, конечно, проблема, которую призван решать. Каждый отдельный человек может хоть немного чем-то хоть помогать. Вот у нас организован дом трудолюбия. Но для этих людей... Но не все хотят, эти бездомные, туда идти, чтобы то не так, а то не так. Потом там пребывание, там исключают попрошайничество на улице. Вот. А они предпочитают этот путь. Но так или иначе, это проблемы и стран нашего цивилизованного мира. Мира, в котором... Это там в нашей стране это видно. Ну, процентов 20 людей страдают от излишнего веса. Во многих странах миллионы людей умерли за голоду. Вот такое несоответствие. И вот из этой жизни только материальными благами, материальными радостями, материальными ценностями, материальными, так сказать, целями, богатством, престиж, национальной гордости, и прочее, прочее. И рождаются вот эти войны. Это проблема нашего мира, который идет какими-то своими путями. Не тем, что говорил Моисей и пророки, а вот своими путями. И результат таков. И когда этот богач просит о Бараба, пошли Лазаря, если вот воскреснет кто-нибудь, то вот они испугаются, уверуют, что есть и продолжение этой жизни, но совсем другое. Жизнь, в которую уже не женится, ни замуж не выходит. Так что не следует об этом, сказать, особо горевать. Это только в этом мире. Итак, Иисус говорит, что в том будущей жизни другие ценности, другая жизнь, духовная жизнь. Если мы в этой жизни не соприкоснемся к этому, то мы так и придем, как этот богач, ни с чем. И вот не случайно в апостольском чтении апостол Павел говорит, я только хвалюсь крестом Христовым. Конечно, для нас такой оборот не очень непонятно, что значит хвалиться. Но, кстати, для него самое ценное крест Христов, через который преображается тварь, преображается человек, открываются адовые врата и для людей открывается вот будущее духовная жизнь, новое небо, новая земля. Но тогда, когда они идут за Христовым, когда они живут этими духовными ценностями, а не только материальными, материальным миром не следует, конечно, отвергать, проклинать и прочее. Он создан Богом, прекрасен и хорош, но надо понимать, что только для этой биологической нашей жизни и здесь тоже мы призваны тем, чтобы в нашем сердце обитали духовные ценности, сострадание, жалость, помощь тем, кто нуждается. Это проблема всего нашего мира. Когда этого нет, то и мир погружается в войны, насилие, горделивость и прочее, прочее. Вот давайте об этом с вами помнить, чтобы в нашей жизни присутствовал не только материальное благополучие, житейское радость, в этом нет ничего плохого, но чтобы в жизни присутствовал и духовная составляющая, молитва. Очень многие говорят, я вот своими словами там молюсь, то достаточно. Советство хорошо, это понятно, куда мы, так сказать, не читаем поэзии, стихи, мы не свои стихи пишем, а все эти читаем, Пушкина, Лермонтова и так далее. Вот тоже и молитва. Эти молитвы, ну потратены 10-15 минут там утром и вечером, для Бога можно это потратить? Это действительно и нас ориентирует, нашу жизнь ориентирует, но в этом духовном плане мы в этой жизни уже приобретаем вот это духовное измерение, которое будет продолжаться после нашей биологической жизни. А если нет в жизни ничего духовного, так сказать, приобретенного, то, как говорится, что посеем, то пожнем, придем в такую пустоту. Перечитывать Евангелие очень важно. Серафим Саровский говорил, что два чтения для христианина очень важны и, можно сказать, обязательны. Это Новый Завет и Псалмы. Ветхозаветная поэзия замечательная, хорошая, перечитывает Псалмы, вникать в их и в толкование и прочее. Сейчас для этого открыты все возможности. Вот давайте сделаем для себя такой вот вывод. И еще, конечно, важный аспект того, что мир лежит возле и неверующий, у нас самих верующих, что мы сами далеко не всегда привлекательны своей жизнью, своими поступками, своим поведением, вообще сами собой. И потому люди с трудом приходят к вере. И помнить об этом, что мы должны именно быть вот этим проповедниками Евангелия, чтобы не только воскресение Христа, которую даже если люди встречают, не поверят. Ведь притча, она содержит, так сказать, элемент пророчества о Лазаре, который Господь воскресил, а его первосвященники, фарисеи полагают, и его убить, потому что ради него многие приходили и веровали во Христа. Вот чтобы мир преображался, мы с вами должны быть преображенными людьми, чтобы этим, этой своей верой заражать людей вокруг, не только самих себя, но верой, добрыми делами, чтобы действительно мир преображался, то, для чего Господь пришел в мир, и каждый из нас послан в этот мир именно для того, чтобы как вложить свою долю добра, радости, счастья в преображении мира. Аминь.